Итак, здравствуйте, с вами Николай Мрачковский. И рад вас сегодня приветствовать, всех тех, кто к нам присоединился, либо слушает нас в записи. Сегодня мы с вами будем говорить об успехе. Некоторое время назад я подготовил вот такую памятку, сделал ее для себя, распечатал сам себе, ну и поделился со всеми, конечно. Памятка по достижению успеха. То есть то, на чем имеет смысл, на мой взгляд, регулярно фокусироваться, чтобы не сбиваться с пути. И это те 11 принципов, которые, опять же, на мой взгляд, очень существенно двигают тебя в сторону к успеху. Неважно, в какой именно сфере ты хочешь добиться успеха, будь то бизнес, заработок денег, инвестирование, развитие в каких-либо видах хобби, спорта и так далее. Давайте это обсудим. То есть я хотел сегодня поделиться этими вещами и неким толкованием, как я каждый из этих пунктов вижу. Первая часть – это обучение. То есть учись, пока другие спят. К сожалению, большинство людей после окончания вуза, примерно 95% людей, окончив университет, больше никогда и ничему не учатся. И считают, что это нормально, что все, ну вот мы уже отучились свое в школе и в университете, больше не надо. В лучшем случае их принудительно на работе как-то обучают. Но на самом деле мозг сегодня – это главное орудие труда, главный ваш актив, в который имеет смысл вкладываться постоянно. Причем здесь есть очень такое важное свойство обучения, что знания начинают рекомбинировать. То есть когда ты знаешь, допустим, какую-то одну область, ну берем в теме бизнеса, вы начали развиваться в теме бизнеса. Вы изучили, например, интернет-маркетинг, как продвигаться в интернете, как оттуда привлекать клиентов, как что-то продавать, как там фрилансить в интернете. Отлично. Дальше вы взяли другую тему. Взяли тему, например, построения отдела продаж. То есть как выстраивать отдел продаж, как туда набирать людей, как их мотивировать, выстраивать систему контроля, показатели, систему повседневной работы отдела продаж. Это вторая область знаний. Третья. И когда вы начинаете набирать знания с разных областей, то они начинают друг с другом стыковаться. И зная, допустим, интернет-маркетинг, плюс отдел продаж, плюс что-то еще, вы можете уже собрать достаточно сильную систему, которую сложно повторить. Которую, если мы берем условно просто самый обыкновенный бизнес, каждый отдельный элемент повторить несложно. А вот повторить взаимосвязанные элементы уже намного тяжелее. А поскольку вы в этом понимаете, то у вас начинают рождаться такие идеи и мысли на стыке нескольких областей знания. Есть прекрасная книга «Стратегия голубого океана». Если вы не читали, я очень рекомендую ее прочесть. Там рассказывается именно о том, как на стыке разных индустрий рождаются суперпроекты. На примере, допустим, цирка Дюссалей и ряда других. Если не читали, прочитайте. И, как правило, то есть в чем, собственно, принцип, что обращать внимание, а постоянно ли я вкладываюсь, постоянно ли я инвестирую в свое образование. Вот есть такое даже понятие «Return on Education». Есть понятие ROI, которое обычно принято в бизнесе, в инвестировании. «Return on Investments», то есть возврат на вложенные инвестиции. Точно так же вот очень полезный показатель «Возврат на вложенные ресурсы в образование». То есть мы смотрим, насколько вложение в каждый тип образования, куда мы идем, неважно, это там какой-то тренинг, семинар, книга, MBA программа, дополнительное образование. Какой идет оттуда возврат? Причем очень часто этот возврат можно померить либо в деньгах, либо хотя бы так примерно по ощущениям, допустим, по десятибалльной шкале, какой возврат на данное обучение у нас. Вложение в образование. Вот есть, я часто рассказываю вот этот принцип, что есть несколько, пять основных типов обучения, чему можно обучаться. Первое – это общие такие вещи, типа успешный успех, то есть где рассказывают такие общие принципы успеха, вот как у нас сегодня такая вещь. То есть это больше мотивационная история. Второе – это навыки генерации денег, то есть как делать деньги в разных областях. То есть это может быть навык генерации денег для просто обычных людей, навык генерации денег для предпринимателей. Допустим, вот у меня программа есть «Быстрые деньги в бизнесе», нацеленная именно на бизнесменов. То есть там 21 день, каждый день делаешь определенные шаги для того, чтобы развивать свой бизнес, зарабатывать больше денег в нем. Практические прикладные навыки, например, технарские, они делятся на две категории. Технарские навыки и навыки по монетизации. То есть, допустим, если мы разбираем тему социальной сети, то можно лезть в технарство, начинать разбираться, как правильно настраивать рекламу в Яндекс.Директ, в ВКонтакте, где-то еще. И есть навык по монетизации. Вот второе намного более ценно. И там вот этот показатель ROE, Return on Investments, он Education, то есть возврат на вложенные ресурсы в образование, максимален. То есть, когда мы идем обучаться, осваивать то, как с помощью этого навыка делать деньги. Вот это одна из самых выгодных точек вложения в свое образование. Четвертый навык, это и четвертое направление, куда можно вкладываться, это изучение построения систем. То есть, как выстраивать системы в бизнесе, не только в бизнесе, причем все более и более сложные, потому что здесь идет ключевое конкурентное отличие. То есть, если все предыдущее, как правило, не очень сложно повторить, и всегда найдется кто-то, кто сделает то же самое, то вот системы, строить человеческие системы, технологические системы, допустим, где идет взаимосвязь разных элементов автоматизации, допустим, CRM-система, плюс реклама, плюс команда, которая все это обслуживает, плюс отдел продаж, что вот эти системы технологические, плюс человеческие, они дают существенную отстройку, обгон конкурентов. Догнать и повторить такие сложные системы уже не так-то просто. И пятое направление это расширение горизонта мышления, то есть, когда мы работаем над тем, чтобы учиться мыслить гораздо большими масштабами. К сожалению, зачастую мы тонем в той песочнице, плохо слышно, так, раз, два, три, давайте еще раз проверим, раз, два, три, вроде бы микрофон должен быть хорошо слышен, раз, раз, то есть, зачастую мы погрязли в песочнице, из которой даже не пытаемся вылезти, а пытаться вылезти из нее надо, разбираясь, расширяя свой горизонт мышления, пытаясь хотя бы замахнуться и задумываться о вопросах удестерения своего бизнеса, то есть, увеличения на порядок, а не то, как там заработать лишние 20 или 50 или 100 тысяч рублей в ближайший месяц, на чем обычно мы, к сожалению, вынуждены фокусироваться. Успех оставляет следы. Есть ряд биографий, очень таких сильных, толковых, может быть, вы что-то добавите, вот я делюсь некоторой своей подборкой, которые рекомендую почитать. То есть, историю успеха построения таких самых толковых, интересных компаний, интересных людей, они очень поучительны. Ну вот, я выписал здесь десяток биографий, которые меня очень вдохновляли и вдохновляют, и которые я некоторые периодически перечитываю. Вот Наполеон, Уинстон Черчилль, Фрэнк Синатор, у него очень интересная биография, Дизрей Ли, карьера менеджера Лия Кока, Тинькофф, я такой, как все, Ричард Брэнсон, к черту все, бересиделый, ну, конечно же, Стив Джобс, может быть, вы что-то еще можете добавить, либо порекомендовать, но вот некоторая подборка от меня. Двигаемся дальше. Решайся, пока другие медлят. Мы очень часто делаем слишком большую паузу между тем, что появилась какая-то идея и началом ее реализации. То есть возникла мысль, так, а неплохо было бы сделать вот это. И вместо того, чтобы сразу же начать эту идею реализовывать, делать первый шаг, который самый сложный, мы начинаем долго-долго это тянуть. Вот обратите, пожалуйста, внимание на свой список дел, задач, проектов. Я уверен, что в нем есть задачи, которые вы уже, ну, может быть, полгода, год, а то и несколько лет тянете, что вы знаете, что делать, вы знаете, как делать, но почему-то до сих пор не сделали. Вот напишите, пожалуйста, есть ли такие задачи. Это не обязательно деловые задачи, это могут быть личные какие-то проекты. Вроде бы все понятно, но до сих пор не делаем. И вот это вот, да, это практически всегда и практически у каждого из нас есть вопрос в том, чтобы отслеживать такие задачи и сокращать время между идеей и началом реализации. В идеале оно практически нулевое. Когда у вас это время минимально, то есть пришла идея, так, все, сразу делаем первый шаг, сразу пробуем, то ты начинаешь с такой скоростью пробовать большое количество вещей и идей, что развиваться начинаешь с невероятно быстрыми темпами. В основном все происходит довольно медленно в большинстве компаний и у большинства людей. У них между идеей и действием проходит промежуток времени недели, месяцы, а то и годы. Когда у вас это часы, а то и минуты, допустим, прошло совещание, приняли решение, все, прямо сейчас каждый делает первый шаг со своей стороны для реализации принятых решений. Ты там звонишь этим клиентам, ты звонишь этим поставщикам, я еду туда, ты туда. Сразу делаем первый шаг, который самый сложный. Почему идет большая пауза между идеей и действием? Потому что люди обычно вот первый шаг, который достаточно сложный, непонятно, что конкретно делать. Это надо садиться, думать, искать информацию. И они оттягивают вот этот не очень приятный, некомфортный, непонятный шаг. Это иногда называют словом прокрастинируют. И вот эта прокрастинация, она может длиться очень-очень долго. Наша задача брать и делать. Быстро. То есть вот эта скорость реализации. Планируй, пока другие развлекаются. План обладает потрясающим свойством самомотивации. Сделали план, его уже хочется выполнить. Он уже мозолит глаза, он уже сам на вас как будто давит. У вас, допустим, висит некое расписание, либо план на день, план на месяц, план на квартал, на год. И вам это хочется сделать. Плюс план задает структуру, снижает хаотичность, увеличивает прозрачность. Планирование разгружает голову, потому что нам не нужно думать, нам что именно делать сейчас. Просто берешь и делаешь. И если ты начинаешь регулярно планировать те вещи, которые ты будешь предпринимать у себя в бизнесе, планировать свое обучение, планировать траты денег, планировать инвестиции, то ты начинаешь очень быть, скажем так, играть в игру под названием жизнь на гораздо более высоком уровне. То, как большинство других людей, предпринимателей, не делают и не умеют так играть, и вы, соответственно, начинаете их достаточно легко в эту игру обыгрывать. Вот эта идея, то есть между откладыванием и действием, то есть мысль-действие, максимально сокращать время. Двигаемся дальше. Вот Эрнест Хемингуэй переписывал «Старики моря» около 200 раз, а для «Прощай оружие» написал 44 варианта концовки. Это пример того, что крайне редко к нам успех приходит быстро. просто по результатам какого-то одного ударного проекта, допустим, или один сильный клиент, или что-то еще. Хемингуэй не просто так дали Нобелевскую премию по литературе. Это прежде всего результат вот этого колоссального труда, который приложил человек в этом направлении, для того, чтобы отшлифовать те продукты, которые он сделал. А мы же нередко отступаем слишком рано. То есть вот этот следующий принцип, который мы с вами обсуждаем сейчас, продолжай идти вперед, пока другие отступают. Если ты не сдаешься, не позволяешь себе, вот сделав несколько шагов, там раз не получилось, два, три, но все равно идешь вперед, у тебя рано или поздно обязательно получится. И при этом на этом пути большинство конкурентов сольется, потому что они не привыкли, у них нету длинной воли, они не умеют бороться за длинные цели, долго играть в долгую. А вы умеете, вы не сдаетесь. И тогда оказывается, что все самые большие призы, вкусности, гонорары, деньги, они лежат за той чертой, куда большинство людей просто не доходят. И в целом, если посмотреть на успех большинства предпринимателей, то это огромное количество неудач. То есть бизнес, сплошные неудачи, прерываемые редким успехом. Продажи, это куча отказов, когда, допустим, вы или ваши люди звонят в холодную, куча клиентов вам говорит, нет, нам это неинтересно, не надо нам звонить, но все-таки иногда проходят какие-то сделки и заказы. Большинство тестов и большинство ваших идей будут терпеть неудачи. Но, если мы на этом не сдаемся и продолжаем пробовать, 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 бац, и у нас в какой-то момент выстреливает. Большинству предпринимателей и в целом людей не хватает вот этой настойчивости, не хватает умения действовать, как Хемингуэй, двигаться вперед, несмотря на неудачи. Развивать, вот, развивать в себе этот навык, считаю крайне важным для достижения успеха. Улыбайся. Вот это принцип, который считаю для себя очень таким важным, ценным. Уметь улыбаться, причем не то, что улыбаться, когда все прекрасно, улыбаться, когда у тебя много денег, все получается, все, ты на пике форме, куча здоровья, энергии, все со всех сторон поддерживают, и все прекрасно, это очень легко. И, наверное, в такой ситуации каждый бы улыбался. А вот улыбаться, когда все плохо, когда тяжело, когда все, казалось бы, валится из рук или вообще валится, когда все и все против тебя, когда действительно сложная ситуация. И вот в этой ситуации, если ты все-таки можешь улыбаться даже в этой ситуации, это невероятно развивает твой дух, твою волю к победе. И дальше, когда периоды спада, обязательно любой спад заканчивается в какой-то момент, начинаются подъемы, когда ты пережил спад все-таки с улыбкой на лице, то во время подъема тебя прет просто с невероятной мощью ты прешь вперед, как ракета. Поэтому вот этот навык улыбаться, даже когда все плохо, имеется в виду даже не обязательно физически улыбаться, а внутренне. Даже когда все против тебя, даже когда все рушится, все равно. Условия достижения больших целей. Два важных принципа, которыми я хотел бы с вами поделиться и которые, надеюсь, ну, может быть, для вас тоже будут близки. И, что чтобы достигать большого успеха, надо быть для себя внутренне готовым к двум вещам. Первое. Готовность сделать все, что необходимо для того, чтобы достичь этой цели. То есть не то, что мы попробуем раз, два, три, не получилось, ну, ладно, ну, откажемся, поменяем цель. Нет, ты говоришь, что я выбираю такую цель, ставлю себя, и я буду действовать до результата, до тех пор, пока я в нее не попаду. Упаду раз, другой, третий, ничего, встану, пойду дальше и дойду до нее. И второе. Готовность заплатить гораздо более высокую цену, чем формальная стоимость, чем то, чего мы ожидаем. В большинстве сложных каких-то задач и сложных побед, которые нам надо достичь, оказывается, что цена, которую ты должен заплатить, цена, как правило, не в деньгах, а в энергии, во времени, которые надо потратить, в том уровне ответственности и стресса, которые надо выдержать. Придется заплатить гораздо более высокую цену, чем ты ожидаешь. Но когда ты к этому сразу же внутренне готов и принимаешь для себя этот принцип, что я готов заплатить намного более высокую цену, тогда вдруг начинают многие цели и вершины покоряться намного легче и многие двери отворятся. Работай, пока другие мечтают. Вместо того, чтобы рисовать кучу мечт, даже не то, что вместо, а в дополнение к рисованию, допустим, вашего коллажа мечты, к придумыванию целей, каких-то прописываний переходить сразу же преобразовывать мечту в план действий. Вот мы подумали, так, а вот есть у меня давняя мечта там, зайти на Эверест или на Элли Броуз или куда-то еще. Отлично! Сразу же план действий. Как конкретно я буду это делать? Или хочу построить дом или купить квартиру? Отлично! Прямо сейчас беру и составляю план, как я достигну этой цели. И если ты начинаешь этот принцип применять постоянно в своей жизни, то оказывается, что большинство мечтаний это не какая-то такая ну что-то далекое и невообразимое, а очень даже реалистичные цели, которых можно и нужно достигать. И подавляющее большинство вещей, о которых мы можем только мечтать, они абсолютно реализуемы и в наших руках. Надо всего лишь захотеть как бы и можно это сделать тем или иным способом. То есть найти способ как именно это реализовать. Отношение к работе и отдыху. Вот здесь есть два принципиально разных отличия. Как относятся к работе и отдыху успешные люди и неуспешные. На мой взгляд, повторюсь, я передаю некую свою концепцию, свое видение. Отношение к работе у большинства людей это как что-то не слишком приятное, от чего надо отдыхать. И любят они на самом деле отдых, а работа не очень та, к большому сожалению. На мой взгляд, надо выстраивать жизнь и карьеру и работу и бизнес таким образом, что то дело, которым ты занимаешься, оно тебя вдохновляет, воодушевляет, дает энергию, а отдых это всего лишь перерыв, то есть некий приятный перерыв между приятным время припровождением на работе, на основной твоей деятельности. то есть это всего лишь возможность немножко сделать паузу, заправить свой организм, немножко восстановиться для того, чтобы с новыми силами включиться в реализацию интересных задач и проектов, в которых ты участвуешь. По крайней мере, я для себя стараюсь так сделать. Слушай, пока другие говорят. Вот как вам кажется, какой навык важнее, уметь говорить или уметь хорошо слушать? Вот если вы в эфире, это к вам я как-то сегодня не так много вас спрашиваю, но надеюсь, если вы здесь, то активно слушать. Ага, отлично. А вот по вашим наблюдениям обратите внимание, пожалуйста, на людей, с кем вы часто пересекаетесь. Кого больше, кто очень много болтает или кто умеет слушать? Говорят. Больше кто болтает, кто говорит, говрунов. Причем, как правило, да ухо два, а рот один. Да-да-да. Причем, как правило, чем больше человек говорит, тем меньше делает. Ну, тоже, наверное, замечали. Потому что у него вся энергия вместо того, чтобы уходить в действие, уходит в болтание об этом действии. И навык слушать, то есть если ты приучаешь себя гораздо больше слушать, чем говорить, конечно, иногда и говорить надо. То есть, если я сейчас замолчу, буду исключительно слушать вас, это, наверное, не та ситуация сейчас. Но в основном нам очень недостает вот этого навыка прислушиваться, а что хотят люди вокруг нас, а что просят от нас наши сотрудники, а что на самом деле нужно нашим клиентам, а что ждет от нас наш, допустим, самый близкий человек, муж, жена, что вокруг происходит. При этом мы часто хотим высказаться, рассказать, что-то поделиться, то есть, говорить намного проще, чем молчать. При этом сила именно в молчании. Вот обратите внимание, что когда, допустим, разговаривают несколько человек, что у кого позиция сильнее, кто на самом деле контролирует процесс, тот, кто говорит, или тот, кто молчит. Ну, я имею в виду, когда люди на равных примерно общаются, не когда начальник подчиненный, когда слишком явно разница указана. То есть, или даже вот возьмем такую ситуацию, представьте себе, что вас подрезали, вы едете на автомобиле и вас кто-нибудь подрезает, или вы идете где-нибудь по улице и вдруг кто-то в вас врезается или наступает на ногу и вас переполняет внутри раздражение, гнев и хочется выругаться на этого человека и хочется что-то сказать нелицеприятное этому человеку или крикнуть в окно, что ты идиот, учись водить машину ну или что-то еще но вопрос а в чем сила какой поступок гораздо более сложный и более сильный все-таки высказаться или промолчать вот как вы считаете на ваш взгляд суметь все-таки простить не обращать внимания а почему а почему вот как вы думаете а почему взять себя в руки контроль ничего не изменится от слов вы знаете на мой взгляд дело здесь не столько что ничего не изменится а дело прежде всего в победе над собой в победе над своей слабостью что тебе тебя разбирает тебе хочется закричать что-то там нелицеприятное этому человеку но ты все-таки смог победить себя смог сделать или не сделать того что не надо делать то есть вот это умение контролировать себя не дать себе сказать лишнего в том числе когда все-таки хочется вот есть известная цитата Уинстона Черчилля что я никогда у меня не было ни разу в жизни чтобы я пожалел о том чего не сказал но зато было очень много раз когда я жалел о том что сказал что проблем от того что мы сказали часто намного больше чем если бы мы промолчали человек может и сам уже пожалел о том что произошло да в чем-то и это если меня довели до состояния что хочется уже ударить значит нужно ударять но это вопрос Дмитрий что нужно ударять это значит что вы уже себя не контролируете что я уже меня привели в такое состояние здесь сразу вопрос кто привел это и почему вы позволили себе привести себя опустить до состояния когда вы себя не контролируете Здесь совсем другой вопрос, что нужно ударять, если вы в холодном разуме принимаете решение, не под воздействием эмоций, что вас переполняет, вот я этому козлу должен сейчас ударить в морду, например. А что вы подумали, да, здесь надо дать в ответ. Взяли, дали. Кто кого контролирует? Какие-то внешние обстоятельства, внешняя ситуация определяет то, что я делаю. Или даже в условиях стресса, даже в условиях напряженной обстановки вокруг, даже кругом катастрофы все рушатся, а я делаю то, что я решил, то, что я принял головой, какое решение. Да, кто кого контролирует. Поэтому умение молчать это очень мощное умение, умение слушать. Хвали пока другие критикуют. Хоть я и сам как-то вам давал тему по доказанию как инструмент управления, и считаю очень важно владеть этим инструментом. Вместе с этим гораздо более важно, на мой взгляд, это осваивать намного более сложный инструмент управления и мотивации других людей путем положительной мотивации. Это гораздо более сложно, потому что мы привыкли, что намного проще накричать на кого-то, отругать, пнуть, заставить что-то сделать. Но, к сожалению, когда мы, допустим, сотрудника, намного проще заставить его сказать, так, если ты сейчас это не сделаешь, я тебе штраф выпишу. Или ребенка заставить там что-то так, ты не хочешь делать уроки или идти на секцию, тогда все сейчас я тебе там чего-нибудь сделаю или не дам чего-то. Это нам, это проще в моменте, но в ответ на это мы получаем практически без инициативных людей вокруг, либо гораздо менее инициативных, чем хотелось бы. А вот суметь добиться от человека, чтобы он делал то, что он должен делать, но при этом не кнутом, а похвалой, а положительной мотивацией, вот это уже гораздо более тонкое искусство. Но зато, когда ты им овладеваешь, когда ты умеешь мотивировать людей, чтобы у них, они видели это как, вау, круто, действительно, надо этой цели достичь. Это важно, и тогда они берутся с энтузиазмом, они берутся с инициативой, они сами придумывают способы достижения целей, они предлагают варианты, они тянут эту телегу вместе с тобой вперед, а не только ты ее тянешь и всех пинаешь. Поэтому рекомендую осваивать вот эти гораздо более сложные инструменты, положительные мотивации. И, конечно, пользоваться этим правильно, не разбрасываться, то есть не то, чтобы взять и просто так во все стороны всех хвалить. Сохраняй, пока другие теряют. Вот это еще одно правило, которое я вам привожу обычно из инвестирования. В следующем принципе, смотрите. Вот Сергей пишет, раз похвалил сотрудника, так он помнил потом полгода. Ну вот видите, как люди ценят похвалу. И насколько это может быть мощным инструментом. Вот как вы считаете, что важнее, не потерять или приумножить? Это относится как к деньгам, так и к прочим нашим ресурсам. Ну, вы, наверное, догадываетесь, конечно, исходя из предыдущего слайда, что я там у Урена Баффета вам приводил, что никогда не теряйте деньги. Да, в воскресенье я этот вопрос поднимал точно, когда мы с вами управление деньгами обсуждали. Смотрите, вот я такую статистику всегда показываю, вернее, не статистику, а расчет простой. Что если у нас было 100 рублей, мы потеряли половину, минус 50%, у нас осталось 50 рублей. Теперь, чтобы вернуться просто в ноль, в исходное состояние, нам надо добиться в два раза большего роста. То есть приложить в два раза больше усилий, добиться роста на 100%, чтобы просто вернуться в ноль. Это что значит? Да, что восстанавливаться после падений намного сложнее и тяжелее, чем дается нам, чем рост. Это прежде всего на что влияет? Это прежде всего влияет на наш выбор, насколько рисковать. Когда мы выбираем, допустим, с кем, в какие проекты вписываться, в бизнес-проекты, с какими людьми нам иметь дело, еще что-то. Если у нас, ну и как принимать решение, если у нас пока ноль, ничего нет, допустим, денег нету, мы там еще, допустим, только стартовали свой карьерный путь и особо нету еще никакой наработанной истории, репутации, что нам жалко потерять, связи, то мы можем рисковать серьезно, потому что нам терять особо нечего. Но когда есть уже что терять, когда ты уже многолетним трудом наработал некую репутацию, связи, команду, в том числе, сильную, ближний круг, когда ты наработал какой-то капитал, то основная задача не растерять этот капитал, потому что потери обойдется, после потери тебе придется восстанавливаться, может быть, ну если мы говорим про уже такие довольно серьезные ресурсы и масштабы, ты можешь потерять все там за год, а после этого пять лет восстанавливаться в плане там денег, в плане команды, которую ты, может быть, растеряешь, в плане каких-то иных ресурсов, репутационных. Поэтому, если уже есть какие-то наработки, смотрите и понимать, что потери обходятся дорого. И каждый раз, когда у тебя риски высоки, думай, так, а стоит ли игра свеч? Может быть, мне важнее, но нет смысла гнаться здесь за сверхприбылью, то есть лучше я там получу не сверхприбыль, а просто нормальную хорошую прибыль, но избегу каких-то серьезных рисков. Поэтому здесь будьте аккуратны. И в финале сегодняшнюю нашу встречу, принцип, который вот я себе постоянно, постоянно говорю и постоянно обращаю свое внимание, что действуй, что как только возникла какая-то идея, лучше всегда стоит попробовать, и ты сомневаешься, делать или не делать. Такое нередко бывает. Вроде появилась какая-то мысль, хорошая идея. Так, но делать или не делать? Вроде делать как-то, ну, надо внимание сюда уделять, еще что-то, неизвестно как получится, но если есть сомнения, то лучше действовать, то есть лучше попробовать сразу же и получить какую-то обратную связь и потом, если что, исправить, чем не делать, то есть действовать. Вот действие это то, что отличает людей успеха от большинства других людей. То есть большинство, они медлят, никуда не спешат, они по черепашьи движутся вперед, а то и вообще не движутся. Когда ты постоянно пробуешь, действуешь и во все стороны пробуешь какие-то новые идеи и мысли, то ты очень быстро начинаешь нащупывать точки роста и точки, где появляется твой успех, начинает расти дальше. Промедление зло. Совершенно верно. Лучше сделать и жалеть, чем не сделать и жалеть. Да, я согласен. Вот это мне очень хорошо, очень импонирует. Такая фраза, что лучше сделать и жалеть, чем не сделать и жалеть. Я когда-то, давно, лет, наверное, 15 назад проходил какой-то тренинг. Я не помню, как он назывался и кто был тренером, но я запомнил фразу тренера, что когда появляется какая-то идея, говорит себе, я говорю себе такую фразу, что стоит попробовать, наверняка получится. Вот я себе это часто повторяю, что когда сомневаешься, говорю себе, стоит попробовать, наверняка получится. А даже если не получится, то на базе этого опыта родятся какие-то новые мысли, идеи, поскольку знания и опыт рекомбинируют. То есть наложившись на прочий прошлый опыт, тот новый, который я получу, он позволит сгенерировать новые идеи и возможности. Хорошо, друзья, это то, чем хотел с вами поделиться в плане навыков достижения и ключевых принципов достижения успеха. То, что использую я, вот такая вот памятка вам в помощь. Надеюсь, что-то из этого было ценным и полезным для вас. Если есть какие-либо вопросы, самое время их задать. Давайте я с удовольствием отвечу. Напишите, пожалуйста, если есть. Если нет, то тогда отпущу вас. Хорошо. Хорошо. Если вопросов нет, тогда всем на сегодня спасибо. Успехов, ударной недели и праздников. До новых встреч. С вами был Николай Мрачковский. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok